народ всем привет мы в поле Вячеслав Валерьевич Зерноград Роман Сергеевич Ростов-на-Дону ну и я интересно такое поле под ворами в наше то нелегкое время и поле стоит отдыхает туда километра три и сюда километр поселение в два ряда первая находка утюг чугунина без ручек но он есть обязательно забираю ходим только приехали очень много мусора много проволоки пробок но монетки уже есть ребята уже что-то дернули будем ходить смотреть что найдем покажу зайцы бегает резвятся целая толпа зайцев по полю прям у них наверно брачный период случка товарищи там уже монет надергали по две-три штуки а у меня что-то пусто один шмурдяк и вот наконец-то какой-то кругляшок выпал блин ну это мало похоже на монету тонкая слишком тонкая что-то такое блестит на серебро похоже так надо почистить и потом я покажу если если что-то интересно я покажу если нет то буду ходить дальше искать похода сегодня прекрасно наконец-то я отковырял свою первую монету тот предыдущий кружок был просто какой-то кружок непонятный без всяких надписей а это это никель это щитовик сразу видно щитовик и по размерам двадцатка двадцатка звучал как книги сразу понятно же было что-то никель но у роман сергеевича уже царь есть славик уже серебро дернул надо сходить туда вон от на кран на тот край по селухе здесь очень много мусора и проволоки а мы продолжаем вытаптывать это поле хорошее было когда-то поле кто-то наверное тут неплохо порезвился осталось ерунда осталось совсем ерунда это что-то что-то царское лучше сигнал был такой интересный звук на медь похоже так ну как всегда ничего не видно сейчас почищу щеточка будет что-то интересное включусь покажу если что-то рядовое пол копейки то есть смысл ее показывать вот мои следы после туда зашел развернулся и пошел туда и иду обратно рядом и всегда стараюсь прозванивать перекрыть перекрывать свои следы вот он не шел вот тогда вот почему я ее не зацепил на первом проходе я не знаю не домахнул наверное вот она монетах да она советина да она гнилая вся она прям на поверхности и я ее не зацепил буквально 50 сантиметров или быстро махнул катушка или что скорее советская двушечка советская двушечка да вот так вот ходить надо вслед след и махать почаще пропуске меньше делать хорошо есть ветерок небольшой так освежает ну а мы ходим дальше вывалился кругляш опять меня вот вот он видите вот блин а что за такое это фига таких сегодня поднял здесь штук 7 гвоздик какой-то или что кто знает подскажите что это такое вот зацепился хороший сигнал цена лет как монета тут засыпано все ими но среди них монетки попадаются вот и буду выхаживать кровельное что-то или что это кто знает подскажите прошел два метра и он они на поверхности прям лежат ну если такие штуки здесь оставили плохо их не собрали такие сигналы значит то что то еще должен быть должно быть надо плотно выхаживать обычно все цветы 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 дня сейчас собирают или с глубины поднялось не все находки показываю потому что пятно в основном советы он там вначале было пол копейки николаевская а тут в основном советы красиво выпала наверху монета была ногой сдвинул сдвинул ногой монетка даже копать не пришлось это рамочник десяточка десяточка советский союз тридцатые сороковые годы ну отлично отлично за не именем лучшего все жирные как хорошие места под посевами сейчас поэтому ходим собираем собираем вот такой вот гнилью ну кайфуем отдыхаем отдыхаем хочется конечно что-то большого светлого серебристого рубль например или несколько рублей но пока так рубли будут осенью так мы сместились на пару километров в сторону на этом же поле и тут у меня кое-что и поинтереснее выскочила чем гнилые никелевые кружочки серебруха какая красивая просто обалдеть перчатки цепляют блин эмали были с эмалями в общем вообще обалденный крест ну вячеслав ави валерий говорит что они когда-то вчера были приличная монет на дергала на дергали несколько крестов было естественно они тут все выбили за ними не успеешь ну и нам кое-что осталось а вот она проба 84 царский период отлично на это поле можно ездить все лето под парами она будет стоять до самой осени периодически будут дисковать его так что находки есть и недалеко от города сколько километров восемьдесят девяносто наверно будем ездить иногда еще пару раз надо будет приехать так у меня очередная советина вот она по размеру двушка до двушка все такая почему они вогнутые что прикольно откопал ее вот рядом с этим грибком чуть-чуть сантиметров бы 20 вырос бы он левее и он бы мог ее вот так hop и поднять на поверхность но он вырос правее либо кстати интересный чё за грибы дожди прошли хорошие прошли дожди и грибов полно таких все поле усеяно ими съедобные нет кто знает пахнет неплохо но пробовать что-то я очкую их не надо пусть растут дальше так ну а мы скоро будем собираться надо уже домой ехать уже около часа дня походили сегодня в волю покопали отлично там он тучи заходят можно даже дождь опять пойдет сегодня у нас копали 2 и квинокса девятьсотых и deus 2 ну поле такое так себе в основном советы 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 вот царю меня пол копейки царя крестик интересный у романа сергеевича тоже вот советы 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 копейка копейка царевы вот он поднял такую интересную кокарду раннюю советскую погнутую но она такая живая хорошая выпрямиться будет вообще бомбическая эмаль сохранилась кокарда просто космос она наверное денег стоит вот какая-то штуковина серьга ли брошь что-то было так ну крестик я уже показывал свой вот проба тоже с эмальями так у вячеслава валерьевича тоже вот в основном советы копейка царя копейка царя а это все никель и советы ложка для причастия перстенек такой интересный скорее всего самодельные два штуки временной наконечник и вот вот эта штука интересная штука это древность бусина такая прям бусина бусина ну и пуговичка гирика места хорошие подвыбито все ну мы тоже свои находки нашли все всем спасибо что смотрите подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки до встречи в полях